Глаза и руки это все, что мы с вами видим. Когда он перемещается по трубе, мы слышим топот. От чего можно сделать вывод, что ноги все-таки у него есть, но почему он прячется в вентиляции и не показывает себя? Случилась какая-то катастрофа, случилось прямо во время очередного выступления. Синий потерял глаз, зеленый ослеп, на фиолетового напали и оторвали ноги. Все это выдумка, но именно от этой выдумки появилась версия, что у модельки фиолетового нету ног. И сегодня я нашел игру, в которой в действительности есть такая моделька. Здесь много разных моделек, это Morph Place, в отличие от остальных Morph Place, здесь вам, чтобы попробовать чью-то форму, нужно сначала ее разблокировать. Всем привет, с вами Бамбактус, и сегодня я покажу, как быстро можно разблокировать эту модельку. А пока вернемся к старой модельке, она появилась в моде на игру FNF. Это тонкое тело, длинные руки и ноги, большие глаза, которые мы видим с вами через канализационную решетку и рот, который открывается по типу шкатулки. Самая популярная моделька используется всеми в ютубе, она была и у меня задействована в прошлом ролике. И это пока первый удачный Morph Place, который мне попался, здесь очень проработанная моделька фиолетового, плавная анимация и все это на той же самой карте Радужных друзей, что позволяет вам играть и снимать какие-нибудь свои видеоролики. Единственный минус опять-таки, здесь нету игры как таковой, вы просто трансформируетесь и передвигаетесь по карте. Но если вы еще никогда не пробовали перемещение в облике фиолетового монстра, я очень вам рекомендую попробовать этот плейс. К тому же ограниченные возможности плейса не ограничивают вас в вашей фантазии. Я знаю, что некоторые ютуберы просто брали этот плейс, снимали его, снимали настоящую игру про Радужных друзей и на монтаже объединяли эти кадры, что давало потрясающую картину, как будто игра идет за фиолетового. Но это самый распространенный облик монстра, а между прочим есть еще второй, менее распространенный. Это версия фиолетового монстра без ног и она больше похожа на скример, который мы видим, если монстр нас поймает. Глаза расположены как у зеленого монстра, а также рот у него устроен по-другому. Это не плоская лепешка, которая открывается как какая-то раковина с жемчугом. Это что-то вроде головы зеленого, что уже больше похоже на тот самый скример в игре. Между прочим, у этой модельки есть даже свой джампскейр. То есть да, вы как бы можете нападать, урона конечно никакого в этом месте нанесено не будет, но опять-таки, как использовать такие возможности вы можете придумать сами. Так, когда вы заходите в игру впервые, у вас буквально закрыто все. И это просто нужно разблокировать. Ну а чтобы это разблокировать, вроде бы есть подсказки. Подсказки от Фиолетово указывают на вентиляцию, но это обман. Мне не удалось открыть его в вентиляции. Здесь совершенно другое место. Карта сама по себе в этом плейсе мне очень понравилась. Жаль, что тут не происходит никакой игры. И давайте прямо сейчас я зайду в игру. Все-таки я заходил в нее довольно давно. Для начала нужно идти вот сюда, все в сторону театра. Потом нужно поймать налево, идти вот в этот таинственный город. Я думаю, что когда пройдет Хэллоуинг, карта немножко изменится. Но в целом, мне кажется, расположение города относительно спавна должно быть то же самое. И здесь находится вот этот люк. Кстати, в домиках, точнее в одном из домиков, если вы проверите, будет пасхалка. И там тоже можно разблокировать какого-то монстра. Спускаемся в люк и в самом-самом конце видим граффити. Вам нужно коснуться этого граффити. Но будьте внимательны, так как если вы коснетесь телевизора, то вас перекинет в другую игру. Это мини-игра, в которой можно разблокировать белого монстра. Но она довольно кривая и очень сложная. Здесь вам нужно будет пройти паркур до конца. И выйти отсюда не получится. Либо вы проходите его до конца, либо просто выходите из игры и заходите заново. Поэтому я рекомендую случайно не наступать туда и не касаться телевизора. Что же, ссылки на игры я оставлю в описании. Чтооо, они удалили плейс? Нееет. Интересно, почему. Так, this game was deleted. Но, так, ну помните, игра вернется. Группа разработчика. Здесь написано, если вы не в курсе, то Rainbow Friends умирает. Что за бред? Почему такой депрессивный настрой? Очень жаль, потому что это был самый-самый красивый ролеплей-плейс. В общем, я все равно скину ссылку в описании. Но, я не знаю, вернется она или нет. Это вам Back to Space. Спасибо за просмотр. И до новых видео. Пока-пока.